Уважаемый депутат, рассматривается вопрос о даче согласия на создание государственного автономного учреждения Псковской области и агентства инвестиционного развития Псковской области. Коллеги, требуется доклад по данному вопросу? Требуется, пожалуйста, Андрей Сергеевич Михеев, председатель комитета по инвестициям и пространственному развитию. Продолжение следует... Уважаемый депутат, рассматривается стандарт инвестиционной деятельности, одним из ключевых элементов которого является наличие и успешная работа в регионе специализированной организации по привлечению инвестиций. Соответственно, результаты внедрения этого стандарта в том числе лягут в оценку эффективности деятельности органов исполнительной власти того или иного субъекта. Поэтому, конечно, будет комплексная оценка того, как везется работа по привлечению инвесторов. С точки зрения практики, второй момент. Безусловно, успешный опыт как мировой, так и за последние годы российской практики показал, что неотъемлемым элементом любой инвестиционной системы, любой территории, будь то государством, будь то территорией субъектом, является наличие такой специализированной организации по работе с инвесторами. Чем это определяется? Тем, что органы исполнительной власти и такие специализированные организации выполняют, по сути, смежные, но различные функции. В то время как органы исполнительной власти создают нормативно-правовые, организационно-административные условия, обеспечивают реализацию мер государственной поддержки инвестиций. В то время как специализированная организация занимается постоянным сопровождением инвесторов, будь то уже реализующиеся инвестиционные проекты, либо это поиск новых инвестиций в регион. В Российской Федерации на данный момент существует более 45 таких организаций. Создавались они за два этапа. До 2012 года это было, так скажем, на усмотрение, по сути, субъектов. И на тот момент существовало 11 организаций. В соответствии с результатами Государственного Совета процесс пошел быстрее и были созданы дополнительные организации. Что касается опыта Псковской области. На территории региона с 2010 года также действует такой институт развития, такая организация, которая в повседневном режиме, по сути, выполняла следующие функции. Во-первых, это поиск инвестиций, поиск инвесторов. Каким способом это осуществляется? Во-первых, это работа, безусловно, на различных мероприятиях российского, всероссийского, международного уровня, где рассказывается о Псковской области. Также это точечная работа с компаниями, которые в средствах массовой информации, например, публикуют информацию о своих планах развития. Во-вторых, безусловно, здесь на месте это работа по сопровождению инвесторов, инвестиционных проектов, решение вопросов, связанных с подбором, поиском земельного участка, вопросы, связанные с его оформлением, вопросы, связанные с работой с городскими службами в плане выдачи, например, разрешений на строительство. Это работа с инфраструктурными организациями в плане получения технических условий и так далее, и так далее. Много вопросов возникает на стадиях после подписания инвестиционного соглашения, чем, например, занимается комитет. Естественно, эти вопросы в оперативном режиме необходимо решать. Иными функциями этого учреждения также, ну, до сих пор не являлись, мы сейчас их расширяем, это будут также вопросы, связанные с реализацией проектов государственно-частного партнерства, поскольку есть все основания все-таки полагать, что в конце этого года федеральный закон будет принят. Дальше, то есть у нас эта организация действует три года. За три года на сопровождении организации находилось порядка 45 проектов. Проекты различной направленности, это как проекты промышленные и сельскохозяйственные, так и проекты, например, туристической направленности, в частности, внебюджетные проекты по туркластеру, которые непосредственно сопровождаются до сих пор сотрудниками агентства. Следующий момент. На текущую дату, по сути, на сопровождении остается 25 проектов, которыми занимается агентство развития. Таким образом, мы сейчас говорим не о создании принципиально новой структуры, принципиально нового института развития, мы сейчас говорим о переформатировании, так скажем, работы. С чем это связано? В настоящее время эта организация, это открытое акционерное общество. Мы предлагаем создать, по сути, на его базе, условно правоприемник, это государственное автономное учреждение. В чем плюсы? Во-первых, это более открытое и понятное финансирование, соответственно, больше контроль за целевым использованием средств, поскольку учреждение, безусловно, по законодательству, выполняет государственное задание. Поэтому ежегодно учреждение будет отчитываться о выполнении этого государственного задания. Соответственно, по итогам каждого года дополнительно необходимо будет рассматривать вопрос о финансировании будущего года. То есть, будет ли оно меньше, если учреждение плохо сработало, почему плохо сработало и так далее. Во-вторых, безусловно, это необходимость сохранения, оказания услуг на бесплатной основе. Та организация, которая сейчас работает, была создана в форме ОАО, безусловно, это коммерческая организация, она преследует извлечение прибыли. Но мы понимаем, естественно, что с инвесторов мы никаких денег за оказываемые услуги не брали. Безусловно, мы хотели бы сохранить такую направленность работы. Почему? Потому что все-таки в плане инвестиций Псковская область – это еще развивающийся регион. Поэтому, на наш взгляд, необходимо сохранять бесплатную основу работы. У учреждения, безусловно, нет основной цели извлечения прибыли. Следующий момент плюс – это то, что учреждение требует создания уставного капитала. Соответственно, это облегчает работу по, если потребуется такая будущая необходимость, по изменению его, расширению, уменьшению, ликвидации и так далее. В свою очередь, поскольку у акционерных обществ, безусловно, стоят вопросы по акциям, по уставному капиталу и так далее. То есть, процесс нелегкий. Еще два момента. Планируется создание наблюдательного совета у учреждения. Безусловно, мы были бы готовы туда пригласить и представителей депутатского корпуса. Возможно, это кто-то из представителей предпринимателей. И последний момент связан с тем, что поскольку это учреждение для всех сотрудников, безусловно, будут установлены критерии эффективности работы, которые непосредственно будут привязаны к количеству инвестиционных проектов, которые реализуются, количество инвестиционных проектов, которые на сопровождении находятся, количество новых инвестиционных проектов. Такие критерии. У меня коротко все. Спасибо. Пожалуйста, вопросы к докладчику. Скажите, пожалуйста, это ваша инициатива или инициатива сверху, опять же, правительства? Спасибо за вопрос. Ну, я постарался коротко в докладе это пояснить. Это инициатива двойственная. С одной стороны, у нас такой институт развития работает с 2010 года. То есть, такой инициативы, такого указания в 2010 году о создании такого учреждения не было. Сейчас в связи с поручениями президента по итогам Государственного совета, в соответствии с работой, проводимой по внедрению стандарта, мы также, безусловно, ориентируемся на вот эти рекомендации, скажем, по созданию такого учреждения. Поэтому у нас эти два процесса вот так слились в одно, в один. Пожалуйста, Марулев Аркадий Анатольевич. Скажите, пожалуйста, какое штатное количество вашего комитета и какое штатное количество предполагаемого учреждения? Спасибо. Значит, штатная численность полностью комитета по инвестициям и пространственному развитию составляет 12 человек. Отдел инвестиций составляет 4 человека. В настоящее время агентство развития, которое работает, поскольку находится в стадии ликвидации, персонал сокращен, но 3 человека продолжают работать. В планируемом учреждении предполагаемая структура организационная состоит из 10 человек. Бессловно, мы понимаем, что с первого дня все 10 человек не начнут работать, но мы уже предварительно пока работу начали по подбору, в том числе кадров, с тем, чтобы действительно учреждение работало эффективно. Еще один вопрос. Повторный вопрос, пожалуйста. Да, повторный. Вот сейчас все время критикуют за то, что государственные служащие фактически работают неэффективно и прочее, и прочее. Их надо заменять. Вот работала коммерческая структура, и она не смогла привлечь в нашу область никаких инвестиций, таких реальных. Они, наоборот, начали уменьшаться у нас, но это связано уже с общей ситуацией в стране. Скажите, вы считаете о том, что после того, как эти работники этого агентства будут получать стабильную зарплату, статус будет установлен, что они работают, будут лучше, чем коммерческая структура? Спасибо за вопрос. Ну, я поясню. Во-первых, я с вами не соглашусь, так скажем, по оценке работы деятельности агентства за три года. Как я, в общем-то, сказал в докладе, на сопровождении находилось более 45 проектов, и конкретно были реализованы ряд крупных проектов, в том числе в городе Пскове. Сегодня, в общем-то, упоминали уже в процессе обсуждения других вопросов. Это в том числе и австрийский проект Таневский, это и Дулару, это и в острове проекты Даванг, это и торфабрикетный завод ЕРТ, то есть эти проекты реально были реализованы непосредственно силами сотрудников агентства. Что касается, опять же, оценки эффективности и неэффективности, здесь могу пояснить следующее. Как я сказал, одним из направлений работы сейчас является большой пласт проектов туристического кластера, это внебюджетные проекты. Буквально в предыдущем вопросе, в общем-то, проблемы, почему эти проекты не двигаются, ну, по сути, были названы. Это не соответствие, как я, Вячеславович, отмечал, генплана и ПЗЗ, и плюс это еще отсутствие проекта зон охраны. Поэтому большой пласт проектов, они, по сути, стоят. Но если их бросить, то они будут похоронены окончательно. А так, безусловно, отношения с теми людьми, которые их планировали реализовать, поддерживаются. То есть, безусловно, мы работаем и с комитетом по культуре в плане зон охраны. Мы работаем, агентствами, я имею в виду, работаем совместно с городом по все-таки работе, связанной с приведением ПЗЗ в соответствии с генпланом и так далее. То есть, работа двигается, и, ну, по крайней мере, те три человека, которые сейчас остались работать, я их работу могу оценить как эффективно, но это сугубо моя оценка. Опять же, я повторюсь, для учреждения мы установим критерии оценки эффективности работы каждого сотрудника этого агентства, этого учреждения. Пожалуйста, Аркадий Анатольевич. Да, скажите, пожалуйста, вот у вас комитет называется по инвестициям и пространственному развитию. Как, то есть, вообще, то есть, по понятию одно, то есть, вы должны этим заниматься. Почему, что вам мешает увеличить численность там своих штатных единиц в отделе и работать в этом направлении больше, да? Я вот этого не могу понять. Для чем создавать какое-то учреждение, которое непонятно, чем будет заниматься и с кем оно будет заниматься, да? И когда мы говорим о том, что средств у нас нет в бюджете, а мы тут раздаем на создание каких-то учреждений, мне это непонятно. На дети войны не нашли средств, а на создание агентства мы тут сразу есть средства. Будем открывать. Спасибо за вопрос. С точки зрения увеличения штатной численности органов государственной власти, ну, я здесь, конечно, неуполномочен отвечать, но, безусловно, сейчас общая государственная политика такая, что, безусловно, увеличение штатной численности органов государственной власти, оно под большим вопросом, так скажем. Во-первых. Во-вторых, что касается, еще раз, создания. Мы не говорим о создании нового института, он существует. То есть мы сейчас, по сути, меняем форму работы этого института. То есть мы не придумали чего-то нового. То есть эти люди, они работали. Это каждодневная реальная работа как с федеральными структурами, которые у нас находятся, так и с муниципальными. Это решение всех текущих вопросов, тех проектов, которые находятся на сопровождении. Поэтому, и как показывает и российская практика, опять же, мы, безусловно, пытаемся ориентироваться на те регионы, где наиболее эффективно выстроена система работы с инвесторами. Я не знаю, это Калуга, Татарстан, Санкт-Петербург, Ленинградская область. Везде показывают опыт, что орган исполнительной власти, он, опять же, как орган государственной власти, он создает условия для улучшения инвестиционного климата, для того, чтобы здесь сюда приходили новые люди. В то время как организация, она выполняет вот такую... Это инструмент, инструмент проведения инвестиционной политики, инвестиционной деятельности. Пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста, Иванович. Андрей Сергеевич, скажите, пожалуйста, за время деятельности открытого акционерного общества, агентства регионального развития, сколько средств бюджета Псковской области было выделено этой организацией? И существует ли у вас информация об эффективности расходования этих средств? Были ли у вас проверки счетной палаты? Какие есть заключения? И само по себе решение ликвидировать эту организацию основано на чем? Спасибо за вопрос. Что касается финансирования за годы существования агентства развития ОАО. Финансирование осуществлялось только один раз в 2011 году. Это была целевая субсидия на выполнение работ по соглашению с компанией «Джуронг». То есть это было первое соглашение в нашей области, результатом которого, по сути, была разработка бизнес-плана, мастер-плана по особоэкономической зоне Моглина, которые, по сути, легли в основу заявки, которая подавалась в Министерство экономического развития. Остальное финансирование, то есть работа, точнее, осуществлялось за счет работы с дебиторской задолженности от предшественника ОАО «Арпо». То есть финансирования бюджетного больше не было. Целевое расходование субсидий, безусловно, оно подтверждено. Нас проверяло контрольное управление администрации. Сейчас в процессе ликвидации нас проверяла налоговая служба. Это что касается первой части вопроса. Что касается второго, все-таки решение о ликвидации. Как я сегодня объяснил, все-таки, опять же, за три года опыта работы этой организации, стало очевидно, понятно, что не можем мы с инвесторов, естественно, за оказание услуг брать деньги. ОАО – коммерческая организация, цель – извлечение прибыли. Прибыли оно, фактически, естественно, никакое не приносило. Поэтому вот это легло в основу все-таки нашего предложения о переформатировании работы данного института развития. Спасибо. Андрей Сергеевич, я внимательно изучил виды деятельности создаваемого автономного учреждения. Там сплошь и рядом платные услуги инвесторам. Они даже перечислены. Какие виды платных услуг, оно будет отказывать. Какая разница, оказывает платные услуги открытое акционерное общество или автономное учреждение? Это все то же самое. Я поясню. Нет. То есть, опять же, целью учреждения не является извлечение прибыли. Но плюсом этой формы является то, что если с течением времени, безусловно, эта организация, ну, скажем, разобьется, наберет обороты. Какие-то дополнительные услуги, мы поэтому такой штат закладываем на будущее, по написанию бизнес-планов, по их оценке, естественно, такие услуги уже можно оказывать на платной основе. То есть, сейчас мы не говорим о написании бизнес-планов, но если у инвестора, у предпринимателя будет такая необходимость, конечно, такие услуги, они, ну, во всем мире платные. Безусловно, учреждение, форма учреждения позволяет это оказывать на платной основе. Но это не будет целью извлечения прибыли. Причем, если прибыль будет появляться, безусловно, мы говорим о том, что учреждение может выходить на самоокупаемость. Я не зря просто попытался заострить внимание на том, что ежегодно пересматривается объем финансирования. Почему? Потому что, если мы понимаем, агентство получает доходы, соответственно, мы будем иметь возможность снижать бюджетные расходы на его финансирование. Спасибо. Еще придется задать вопрос. Вы очень так серьезно заявили о том, что создание этого учреждения улучшит показатели нашей инвестиционной привлекательности, критерии инвестиционной привлекательности. Для меня-то как-то всегда было, как предполагается для любого инвестора, что в регионе должна быть дешевая электроэнергия, наличие хорошей рабочей силы, тепло, вода. Чтобы налог на недвижимость был нормальный, а неизвестно, кем и как определялся, особенно в нынешней ситуации. А чтобы вот сегодня выделять деньги в год 15 миллионов рублей или больше, и не получив для инвестора никакой, для инвестора это абсолютно никакой привлекательности не создаст. Это пустая трата денег. Так или нет? Анатолий Петрович, с вами не соглашусь. Вы правильно обозначаете проблемы, безусловно, мы их все знаем и понимаем. Поэтому в начале своего доклада я все-таки акцентировал внимание, что создание такой организации это один из элементов внедряемого стандарта инвестиционной деятельности, всего их 15. И безусловно, постепенное решение этих всех вопросов, оно предусмотрено в рамках реализации этого стандарта. Я могу некоторые только позиции назвать. Опять же, на прошлой неделе состоялось первое заседание Совета по инвестициям, который был создан. Его основная цель, я об этом докладывал, безусловно, заключается как раз-таки в определении и поиске решения тех проблем, которые не может решить сам инвестор. Но здесь мы говорим, понимаете, о проблемах вот такого комплексного, концептуального характера. Агентство, в первую очередь, направлено на решение вот таких частных, можно сказать, узких проблем. Подберите мне земельный участок, найдите мне бухгалтера, получите мне техусловия и так далее. Вопросы, связанные с тарифным регулированием, с налоговой поддержкой и так далее, безусловно, это будет обсуждаться, решаться в рамках коллегиального органа. Ну вот, например, так. Спасибо. Решайте комитет. Извините, я не расслышал. Пожалуйста, еще вопросы, коллеги. Игорь Николаевич, пожалуйста. Вот все-таки вы знаете, что мне не складывается в голове, все, конечно, хорошо, наверное, очень нужна вещь, там, инвесторов привлекать. Но когда вот две вещи сходятся в одну, как вы считаете, это вообще не противоречит всему и вся. Когда вы, часть услуг у вас платных, часть бесплатных, это одно другому мешать не будет. То есть я что хочу сказать, я просто поясню вопрос, да. То есть вот к вам приходишь, говорят, ну, брат, чтобы тебе помогли нам у нас проект заказать, иначе все будет плохо, ты знаешь, как-то все так. Мы не будем слишком хорошо так думать по поводу поиска тебе, там, налоговую льготу и так далее, участка земли. Вот у меня просто это как-то, я просто даже представляю, как это будет работать, понимаете. Мне кажется, что вот это завязывание, я не против вашего, там, как называется, нового детища, но завязывание все это, вот услуги там. Если я плачу налоги, налогоплательный к вам пришел, вы государственный служащий, вы должны мне оказать услугу. Но если у вас часть платных, часть бесплатных, как один карман от другого, что называется, отделить? Как вы думаете это все? Решить эту проблему? Спасибо. Я вам поясню. Опять же, в соответствии с тем же стандартам на территории любого региона, работа такой организации строится по принципу единого окна. Сейчас проект регламента работы по принципу единого окна, где все прописано, какие четко услуги в рамках единого окна имеет право на получение бесплатно любой инвестора, они прописаны. Сейчас этот регламент мы согласовываем с администрацией области, соответственно, там все четко прописано, если вам интересно, я могу предоставить. С точки зрения государственного служащего, как меня, безусловно, все ваши любые проблемы, как государственный служащий, я решаю бесплатно, за зарплату в смысле. Так мы работаем. Поэтому здесь проблемы в разграничении в каком-то я не вижу. Наоборот, работа специализированной организации, я бы сказал, что она исключит некий конфликт интересов. Понимаете, почему этому помог, этому не помог, а тому не так помог. Агентство, оно, ну, в данном случае инвестор рассматривает, ну, обезличенно, так скажем, да. То есть это инвестор, все, с ним нужно работать, все проблемы решать. Так, спасибо. Пожалуйста, еще вопросы, коллеги. Уважаемые коллеги, комитет вот тоже достаточно много времени посвятил, примерно как сегодня на сессии, вот рассмотрение данного вопроса о даче согласия на создание следующего учреждения. Кому-то из сенов комитета ответы, которые прозвучали от авторов, например, так скажем, от председателя комитета по инвестициям Андрея Сергеевича показались убедительными, кому-то неубедительными. Ну, в общем, мнение комитета разделилось, но вместе с тем большинство не склонилось в сторону дать согласия на создание такого учреждения. Поэтому решение комитета звучит таким образом. Рекомендовать областному собранию депутатов проект постановления о даче согласия на создание госавтономного учреждения Псковской области, агентства инвестиционного развития Псковской области отклонить. Спасибо. Уважаемые депутаты, господин Медведев, председатель правительства, пока говорил следующее. Уберите нахлебников по бюджетам в регионах. Господа, не выполняете вы этого. Одного, значит, уничтожаете нахлебника и тут же ставите другого. Так надо, наверное, ну, последовательно деньги ищем, как бы вот не тратить в бюджете. Вы же видите, сегодня с этого все началось, что денег нет. Пусть есть комитет по инвестициям, значит, и пусть работают. Пожалуйста, коллеги, кто еще желает выступить? Пожалуйста, Алексей Анатольевич. Мое мнение, ведь мы сегодня целый день вокруг Моглина, наверное, потому что мы мало общаемся на эту тему. И вокруг инвестиций для нас это дико, мы как-то слышим, вроде бы тут приезжают инвесторы, инвесторы ездят, появляются, а что-то как-то в казне больше не становится. Поэтому у всех, наверное, много сомнений, много вопросов. Но хотелось бы сказать, коллеги, ну, честно говоря, четыре человека в комитете по инвестициям, но если мы хотим чего-то достичь, это, мне кажется, крайне мало. И все-таки я хотел бы, чтобы вы услышали то, о чем говорил докладчик, я думаю, сегодня это необходимая мера, потому что помощь комитета по инвестициям, она очень нужна, а он все на себя взять не сможет. И если вот будет такое предприятие, по крайней мере, ну, через год нам будет понятно, что оно делает и чем занимается. Потому что планы у них довольно-таки очень светлые. Если говорить о развитии бизнеса, то без такой структуры, ну, мне слабо видится, честно говоря. Это мое мнение. Я предлагаю поддержать. Пожалуйста, кто еще желает выступить? Пожалуйста, Аркадий Анатольевич Мурлев. Уважаемые коллеги, ну, доклад был такой, у него, как говорится, емкий, короткий, но все равно я не услышал в том докладе, как все-таки мы будем развивать. И какую прибыль в нашу область принесет это агентство. Поэтому с учетом нехватки денежных средств, как уже сегодня звучало в нашем тяжелом бюджете, а это на следующий год нам предлагается 15 миллионов, я предлагаю коллеге не поддерживать постановление, предложение о согласии к созданию такого учреждения. и предлагаю поддержать решение комитета, отклонить. И это позиция нашей фракции. Спасибо. А можно еще? Аркадий, тогда очень давно люди решили, что в космос лететь надо, хотя не знали, что там увидят. И полетели. Видишь? А когда слетали, на многие вопросы нашлись ответы. А вы знаете, ну то надо Моглина, то не надо. Надо, не надо, но уже получили федеральный статус. Надо привлекать и навеститься. Надо, но давайте как-то дешево. Ну, так не бывает. Мы же целый день сегодня говорим. Вот, кстати, сегодня потрясающая сессия. Так, добро даже, по-доброму идет в таком прямом общении. Но, ребят, не бывает так. Если вы кого-то приглашаете и хотите что-то ему предложить, ну как минимум надо стол накрыть. Если вы хотите, чтобы мы кого-то позвали и что-то им пообещали, хоть должны быть те люди, которые встретят. Нам некогда. Мы все вот в проблемах народа. Три года работало агентство регионального развития. А будущее? Что толку? Так, а сколько мы помогали? Ну давайте честно, что мы по 15 миллионов, 2 миллиарда федеральных денег получили. Вы разложите этих денег, там, что там? Так это получили, уважаемые... Павел Става Троя Петрович, пожалуйста, выступайте. Я, уважаемые коллеги, я же не за то, чтобы заставлять государственных там служащих или гражданских служащих в этом учреждении примать, накрывать. Они не имеют права. Вот была организация, которая имела это право все делать. Накрыла, приняла, угостила, помогла и пошли инвестиции в область. А эти будут сухо, казенно отправлять всех подальше. Вот, еще раз хочу сказать, что мы с вами много уже сделали на протяжении последних лет, принимая бюджеты. Вот 500 миллионов рублей в Моглино ушли. Скажите, что мы там получили? Вот сейчас 280 с лишним миллионов ушли, что мы там получили? Вот уже миллиард ушел. Анатолий Петрович, как-то из ваших уст зловеще прозвучало. Мы договорились сегодня, вот Александр Анатольевич вносит предложение, чтобы на парламентском части послушать по поводу Моглина. Вот нам расскажут, мы у них спросим, куда 500 миллионов, куда 285. Честно говоря, мне довелось уже слышать, что там происходит. У меня нет такого ощущения, что там деньги украли. Но счетную палату на всякий случай направим, проверят. Пожалуйста, коллеги, кто еще желает выступить? Рогов Александр Анатольевич, пожалуйста. Все-таки, если кто-то не понял позицию фракции КПРФ, еще раз озвучиваю нашу позицию, единогласную, не давать согласия на создание подобных учреждений. Вот. Ну и несколько слов, Алексей. Действительно, по-доброму сессия проходит, особенно после перерыва. Никто там террористами нас не обзывает, не имеющими на селе работать. Все очень хорошо. Но меня умолило, когда вы с таким вот чувством, ну актер, актер чувствуется, даже как-то хотелось прослезиться, что всего 4 человека работает в комитете по инвестициям, что мы хотим. Ну давай запишем всю область туда, сколько у нас населения, 650 тысяч осталось. Давай всех, если это поможет, и хлынут инвестиции, и люди зарплату будут получать, и мы с инвестициями, и граждане нам тогда спасибо скажут. Ну, не знаю, этого вы хотите, что ли? Коллеги, а вы спросите у Игоря Николаевича Советского, что такое на предприятие привлечь инвестиции? И 4 ли человека там над этим работают? Это же, вы же поймите, что им вот эти, вот этот договор, который вы трясли, там, 185 листов, им же так же приходится читать, листать, и понимать, как людям на это отвечать. Понимаете? Ну, то есть, я считаю, мы уже прошли такой путь, а сейчас вот здесь где-то остановиться. Время спрашивать, время собирать урожай, мы, я думаю, имеем право к осени 2014 года. Я считаю, что нам уже замоглино, должны показывать какие-то посадки, какие-то всходы, какие-то ростки. Но сейчас останавливают. Я думаю, что, ну, там работа ведется, и, честно говоря, у меня нет желания думать и видеть, во всем подозревать. Но поймите, сейчас, я думаю, ну, не сделаем мы это, каким-то другим непонятным путем все равно к этому придем, и все равно потом будем принимать. Коллеги, кто еще желает? Александр Анатольевич, ну. На заведение, уважаемый Александр Анатольевич, все-таки внимательно считал, уже третий раз выступал у нас Алексей Севастьянов. Хотя все-таки рад был услышать про осень 2014 года, что посадки ждем. Я думаю, что после осени 2014 года действительно могут начаться посадки. Александр Алексеевич, я извиняюсь, я не считал сегодня, если я вас перебил, но это, по-моему, со стороны коллеги Рогова. Я напомню, не вы сегодня, просто молчу. Я хочу поблагодарить. Я думаю, что мы превращаем клуб тут вопросов и ответов. Я хочу поблагодарить Александра Анатольевича, он мне помогает соблюдать регламент. Алексей Анатольевич последний раз снова взял без разрешения, если вы обратили внимание. Мне просто неловко даже было его прерывать. В следующий раз прерву. Предупреждаю. Коллеги, дальше двигаемся. Я надеюсь, что уже все высказались, кто хотел по данному вопросу. Тогда переходим к голосованию. Значит, коллеги, у нас проект постановления авторами законодательной инициативы внесен. Отдача согласия на создание государственного автономного учреждения Псковской области агентства инициационного развития. Оставлено голосование проект постановления по данному вопросу. Проект постановления автора законодательной инициативы дать согласие на создание государственного автономного учреждения Агентства инвестиционного развития Псковской области. Проект внесен губернатором. Ставлю на голосование проект постановления коллеги. 17 за, 11 против. Постановление отклоняется. Партия граждан против партии власти. Партия граждан за власть народа. Псковское яблоко.